8 апреля в Волжском состоялись региональные соревнования по тяжелой атлетике «Рывок Победы». Турнир стал по-настоящему знаковым для города, потому что такого рода состязания проходят впервые за последние 20 лет. На церемонии открытия присутствовали уполномоченный по правам человека по Волгоградской области, герой России Валерий Ростовщиков, президент Федерации тяжелой атлетики Волгоградской области, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Алексей Петров и глава Волжского Игорь Воронин. Никто не будет спорить, что спорт – это на самом деле важная и нужная составляющая вообще нашей жизни. И то, что здесь мы увидели очень много молодежи, это тоже хороший знак. Значит, им нравится этим заниматься. Я считаю, что наша задача – поддержать у молодых наших волжан, у юных волжан. Желание заниматься спортом, тренировать и силу духа, и силу воли, и самое главное – учиться побеждать. Участниками турнира стали спортсмены со всей Волгоградской области от 10 до 70 лет. Соревнования проходили в абсолютной категории, без учета веса. При этом выступить нужно было в двух видах программы – рывке и толчке. Проверить свои силы приехали не только профессиональные тяжелоатлеты, но и представители смежных видов спорта – кроссфита и пауэрлифтинга. Мы из Волгограда, и мы занимаемся кроссфитом. У нас свой кроссфит-клуб. И, естественно, кроссфит включает в себя тяжелую атлетику. Первый раз решили приехать попробовать соревнования по тяжелой атлетике. Очень понравилось. Я думаю, тут нет разделений на хрупких девушек, крупных девушек. Там главная техника, правила выполнения, в принципе, характер. На турнире олимпийский чемпион и президент Федерации тяжелой атлетики Волгоградской области Алексей Петров обсудил с главой города Игорем Ворониным создание в Волжском специализированного зала для занятий тяжелой атлетикой, чтобы этот вид спорта возродился на территории региона. Город очень большой, Волжский. Очень много здесь всегда было легендарных спортсменов. Но история города Волжского с тяжелой атлетикой всегда была связана. Сейчас, как высказался и сказал Игорь Николаевич Воронин о том, что он все-таки хочет возобновить, возродить здесь тяжелую атлетику и построить именно то интересное и хорошее здание, которое позволит заниматься этим видом спорта. Всего в рывке победы приняли участие 94 спортсмена. По итогам турнира у Волжана одна золотая и две серебряные медали. А это значит, тяжелая атлетика в Волжском продолжит развиваться, и впереди еще много побед.